Сегодня у нас 1 декабря. У моей мамы сегодня день рождения. Ей сегодня 62 года. Вчера вечером разговаривала с мамой по видеосвязи. Лео даже и не думает, все закрыло. По видеосвязи. Скучаю. Скучаю. Вы знаете, когда я с ней не разговариваю, ее не вижу по видео. Нормально. После того, как поговорю, я понимаю, как я соскучилась по ней, как соскучилась по дому, по ее вкусной еде. И вообще побыть дочкой своей мамы. Потому что пока живы наши родители, мы всегда маленькие. Мы для них дети, мы всегда маленькие. Мы можем чувствовать себя детьми, пока есть наши родители. И вот сегодня моей маме 62 года уже. Когда я была маленькой, мне было лет 12-13, наверное, ну мне лет 12 было. Моей матери, получается, было 31, вот где-то так, потому что она меня в 19 лет родила. Я думала, поскорее бы вырасти, поскорее бы мне было 18 лет. Ну, 18 лет это же совершеннолетие. Ты как бы хозяйка сама своим действием и так далее. Поскорее бы стать взрослой. А мама казалась мне вообще очень-очень взрослой. 30-31 год. 31 год, наверное, и было. Мне казалось, что она такая взрослая, недосягаемая. А сейчас мне 43-44 год, и я себя взрослой, недосягаемой не чувствую. Помните, да, когда я сказала, что мама у меня старенькая? Я имела в виду старенькая не по возрасту, абсолютно. По возрасту, конечно, 62 года, это разве старый человек? Нет, это пожилой. Я имела в виду, она стара для тех, физически стара для тех забот, которые на себя возложила, которые на неё легли за последние годы. Очень много просто. Она смотрит и за больным братом, хотя его и женила. Она смотрит и за детьми. Но это не значит, что она всё время смотрится за детьми. Нет, она помогает, естественно. Она смотрит за домом. Она решает все проблемы своей матери. Где-то её больницу уложить, где-то её уборку надо сделать, пойти кушать, приготовить. Она приболела за ней посмотреть. Это всё делает моя мама. Хотя рядом с бабушкой живёт её любимый внук, наследник со своей семьёй. В одном доме они живут. Ну, как-то так. Но моя мама старшая из детей, поэтому у нас так принято, что старшая чувствует ответственность. Нашей семье старшая я, поэтому я чувствую ответственность. Хоть они и на расстоянии. И получается, моя мама вот это всё нож унесёт на себе, разрывается туда-сюда. И сама она, естественно, не молодая, здоровье может заболеть. А ей помочь некому. Хотя есть у неё сёстра, три сестры у неё. Одна живёт в другом городе, две сестры в этом же городе Махачкале. Махачкала – это столица Дагестана, если кто не знает. Вот, далеко не ау. Вот. Но бабушка всегда ждёт помощи именно от моей мамы, потому что моя мама ей ближе. Как-то, я не знаю, все претензии, всё может она высказывать моей маме. Бабушка тоже у нас женщина с характером, со сложным характером. Левого хочется. Ихи-хи-хи. Сейчас прилетят они к тебе. Так, бабушка тоже со сложным, очень жёстким характером. Она такая своенравная, волевая, очень гордая женщина. Вот. Ей угодить очень сложно. Другие тёти, например, практически ей не могут угодить. Готовя еду, ей угодить невозможно. Это может сделать только моим мамам. И только к моей маме тоже придраться она сможет. Ну, такая женщина. А сейчас ещё она и старая. Она реально уже старенькая. Она 40-го года рождения. В здравом уме, на ногах, сама себя обслуживает. Но всё равно старый человек, да? Хочет внимания. И вот. И с возрастом мне характер стал ещё сложнее. И вот это всё на себе несёт моя мама. Характер моего брата эгоиста. Характер бабушки, своей матери. И внуки, невестка. Невестка у нас... Вопросы были, почему невестка не смотрит за своими детьми и с мужем? Ну, она делает, что может. Ну, из кожи вон вылезти она тоже не может. Но у каждого человека есть свой характер, да? Есть свой характер, есть тот образ жизни, к которому он привык, и та среда, к которой он вырос. И переделать его практически не получается. Я, например, живя в Дагестане с мамой и невесткой в квартире, я постоянно нервничала, глядя на невестку. Постоянно, получается, я была как заловка, змеиная головка. Я видела, что она... Ну, по дому она ничего не делает. Всё за ней ходит делать моя мама, потому что, ну, хочет, чтобы в доме был порядок. А невестка выросла в такой среде, там за порядком особо не следили. Условий у неё жизненных хороших тоже не было. Она из такой малообеспеченной семьи, поэтому вот в какой среде она выросла, как бы вот спокойно, там спокойно смотрим на то, что вот тут где-то грязно, вот тут где-то на полу едят, тут где-то всё разбросано, тут где-то ребёнок грязный. Поэтому от неё многого требовать не приходится. Спасибо ей огромное, что она вообще вышла замуж за моего брата-инвалида и родила ему двоих детей, и дети здоровые. Дети у моего брата здоровые. Ну, без мелких проблем, которые у всех обычных детей в обычных семьях бывают, есть и всё. Вот. Поэтому от неё многого требовать не приходится. Она у нас лентяйка. Лентяйка ещё там. Вот. За мужем смотреть, но она как бы за собой, за своими детьми смотреть не успевает, поэтому за мужем смотреть, она, ну, моя мама не оставит. Ну, как-то так. Поэтому оставить с невесткой, пускай смотрит, это всё не получится. Мама моя не сможет на это спокойно смотреть, потому что брат у меня человек со сложным характером, ему нужно вовремя принимать лекарства, это значит, нужно вовремя поесть, вовремя принять лекарства, вовремя поесть, это нужно приготовить то, что ему нравится, а нравится ему не всё. Там куча всяких нюансов, которые есть в каждой семье, да, вот эти вот подводные камни, и рассказывать, знаешь, когда это всё рассказываешь, это не всё понятно, но когда ты живёшь со всеми этими подводными камнями, со всеми этими нюансами, тебе эта жизнь кажется, ну, вроде как, нормально. Вот. Я когда живу на расстоянии от них, потом приезжаю, и первую неделю я не могу как бы вбиться в эту, влиться в эту колею, потому что, войти в эту колею, господи, потому что для меня вот этот образ жизни, тот ритм жизни, темп, который у них там, для меня он уже непривычен. Вот. Начала с поздравлений маме и закончила, рассказывала всей её жизни. Вот поэтому забот у моей мамы, на плечах моей мамы много. Где-то кто-то, какой-то родственник умер, у кого-то свадьба, где бы это ни было, это может быть посёлок рядом с нашим городом, это может быть село какое, наше родное, родовое село, да, откуда бабушки, дедушки родом. Мама поедет туда обязательно, особенно если это соболезнование, кто-то умер, обязательно поедет мамы, так как она старшая. И неважно, может она, не может она, дела у неё, дела у неё и так далее. Вот. Поэтому как-то так. Я бы очень хотела, чтобы моя мама приехала ко мне и хотя бы месяц, два, три пожила бы. У меня сменила обстановку, может быть, расслабилась, но она это сделать не сможет, не сможет оставить своего сына и морально головой отдохнуть, она не сможет. Поэтому живём, как говорится, с тем, что имеем. Ладно, закрывайся, мои хорошие. Если кто пожелает поздравить моему, пожалуйста, можете под этим видео поздравить, написать, что бы вы хотели пожелать или может быть какой-то комментарий. Она каждое видео моё смотрит и, естественно, на комментарии тоже прочитает. Мамуля, я тебя люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!